Загрязнение океана пластиком оценивается более чем в 25 миллионов тонн. Об этом сообщили ученые из Нидерландов. Каждый год в воду попадает еще около полумиллиона тонн. По словам экспертов, без усилий по очистке и сокращению выбросов пластиковый мусор может удвоиться в течение двух десятилетий. Подробнее о том, каким последствиям это может привести в нашем следующем репортаже. Загрязнение мирового океана – крупнейшая проблема современности. Уже несколько десятилетий в Тихом океане дрейфует настоящая свалка, у которой есть даже название – «Большое мусорное пятно». До сих пор не ясно, каких размеров этот загрязненный участок. По некоторым данным, он достигает полутора миллионов квадратных метров. Для сравнения, такая площадь у Монголии или двух Турций. Я думаю, что необходимо понять, где находятся разные источники пластика. Некоторая часть напрямую попадает в океан из-за таких занятий, как рыболовство, но другая часть переносится по рекам, которые представляют собой что-то вроде каналов, ведущих к океану. У морских обитателей океана – печальная судьба. Им приходится не только плавать среди отходов, но и питаться ими. Пластик со временем становится микроскопическим, поэтому рыба его легко может проглотить. У двух трети изученных морских млекопитающих – частицы пластмассы, осели в жировой ткани и легких. Среди мусора есть предметы, выброшенные несколько месяцев назад, а есть и те, которым уже много лет. И они только сейчас опускаются на дно. Ситуация чудовищная. Только представьте, на нашей планете есть места, которые люди никогда раньше не видели, но даже туда проник пластик. Пластик превратился в угрозу и для коралловых рифов. Исследователи изучили 84 хрупкие экосистемы Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Ученые пришли к выводу – загрязнение наносит структурный ущерб рифам и приводит к распространению болезней.